Самое страшное, самое страшное, что могло быть, это опасение того, что война затянется. Это звучало в начале войны. Я войной называю широкомасштабные действия. То есть это был самый страшный кошмар украинцев, война надолго и так далее. Ну вот неожиданно так получилось, что мы видим, что война на какой-то больший срок, она страшнее для россиян, чем для наций. В нашей стране каждый знает, за что воюет Украина. Каждый знает, за что воюет его страна, за что воюет наша армия. Ну то есть такого вопроса за что не возникает. Российская Федерация не смогла объяснить ни своим гражданам, ни мотивировать свои вооруженные силы, для чего им эта война, за что они воюют, какие цели у них в этой войне. Их политикум не может сформулировать эти цели. Их раздражает то, что они не могут их ни назвать, ни понять, ни узнать. То есть если смотреть со стороны, хотя это очень сложно, находясь внутри, пользуясь поддержкой Запада, бег на длинную дистанцию выгоднее Украине. Как вы считаете, я прав в этом предположении или нет? То есть что быстро мы можем только проиграть, мне так кажется. Если вот быстро, если мы хотим, вот совсем быстро, но если мы идем серьезно в долгую и хотим решить вопрос, где оккупация Украины, то шансы у нас есть, только если мы подойдем к этому системно, не на полгода, возможно даже не на год, но так, чтобы решить этот вопрос навсегда. Дело в том, что есть определенные периоды восстановления и вооруженных сил, и техники восстановления определенного потенциала боевого, который был утерян в результате определенных военных действий. Так вот, этот период у россиян полгода до весны. До весны их можно еще разбить, разбить так, что они уже не восстановятся. Есть такая опция, то есть мы можем это сделать. После весны уже дальше россияне восстановят свой потенциал, они восстановят свои вооруженные силы, они в этой войне, у них очень хорошие аналитические центры, они очень быстро учатся. И они в этой войне научатся уже с весны воевать по-серьезному и по-взрослому. Потому я немножко не согласен все-таки с вашим видением. Почему? Потому что мы не сможем им ничего противопоставить в таком случае. Если Россия до весны, допустим, проведет еще пару мобилизационных мероприятий, только не по 300 тысяч, а по 150, у них не съедает их система в 300 тысяч одновременно, по 150 тысяч в месяц, они выйдут на цифру где-то около миллиона подготовленных войск. Опять же, за полгода они решат вопрос по запуску даже с прошлого тысячелетия вооружений, которые они могут предоставить в определенном количестве. И дальше вот эта миллионная армия будет постоянно восстанавливаться. То есть там мобилизационный ресурс около 15 миллионов. Они смогут в режиме 150 тысяч в месяц их восстанавливать, даже если мы 150 тысяч в месяц будем их отминусовывать. Потому их перемолоть будет практически невозможно. Выбрать 15 миллионов, это мы через одно поколение только выберем, а за это время, с тех точки зрения, бабы еще нарожают. Украина не выдержит, бегом в долгую, просто не выдержит. Раз. Второе. Украины не такой и не людской потенциал, и украинцы имеют возможность уйти от решения вопросов, если они будут затягиваться, они будут использовать этот вариант. Потому что все-таки малочисленность нации относительно российской нации, она накладывает свой отпечаток. Но это пусть я говорю о вопросе, допустим, связанном с количеством людей. Но даже та военная помощь НАТО, которая сейчас идет, она просто не будет востребована. Нам будет неким ею пользоваться в тех количествах, которые должны мы сможем противопоставить россиянам. Тем более они сейчас ушли, они сейчас выполнили очень, с военной точки зрения, правильный маневр. Они сократили линию фронта, прикрылись Днепром. Следующий шаг, может быть, россиян, они будут оставить сухопутный коридор, запечататься в Крыму на Донбассе, и выковырять их оттуда через полгода уже будет невозможно. Я думаю, у нас лахи есть всего лишь полгода, не более того. Роман, вы меня не совсем правильно поняли. Очень коротко, уже очень коротко. Я очень-очень коротко. Я совершенно не предлагаю войну до последнего украинца. Более того, я дорожу каждым потерянным нашим бойцом. Речь не о том. То есть полгода это как раз тот срок, о котором мы говорим. Просто многие после каждой громкой победы, будь то освобождение Харькова, Харьковской области, или будь то освобождение Херсона, ждут, что война закончится уже завтра. Но это невозможно. Я к тому, что быстро мы можем только что-то, не дай бог, потерять в глобальном масштабе. А все остальное требует рассчитанных поступательных действий. Да, ну аэра полгода это реальный период. Продолжение следует...